Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Аксёнов. Это геймплен, рубрика, посвященная обзору игр для Android. Ставь класс под видео и погнали! Как я вам и рассказывал в своём видеоблоге, в связи с праздниками разработчики выпускают меньше игр, потому что они тоже хотят отдыхать, тоже хотят видеться со своими родственниками, но тем не менее, сегодня шестёрочку игр я для вас всё-таки смог отобрать. В выпуске вы видите три игры, заточенные под онлайн-мультиплеер, будет интересно поиграть, в одной из них вы сможете поискать сокровища, в другой посоревноваться с другими людьми, а в третьей погонять на тачках. Помимо всего этого вы увидите качественный и интересный тир, выполненный в духе Дикого Запада, также вы увидите необычную вариацию игры Змейка, и также вам придётся побывать в шкуре преступника, который сматывается от копов. Начнём выпуск с игры под названием Enigma Online. Это новая версия игры Enigma, на которой я давненько уже снимал обзор. Если кто-то давно смотрит мои обзоры, то, наверное, вспомнит сейчас эту игру. Здесь нам необходимо отправляться на поиск сокровищ, но теперь есть соревновательный элемент, и здесь мы можем поиграть либо же со своим другом, чтобы с другом поиграть, вам необходимо будет сообщить ему код, он его введёт и, соответственно, сможет подключиться к вам. Либо же можно сыграть с совершенно рандомным противником и попытаться его опередить и добраться до клада первым. Вы можете покупать различные предметы, которые смогут либо же вам помогать, либо же портить всё вашему противнику. Отправляемся в игру. Поиск оппонента происходит достаточно быстро, на мой взгляд, где-то секунд, наверное, 10 в среднем. Иногда, конечно, может это происходить дольше. Всё зависит от количества игроков, которые сейчас находятся в этой игре и играют. Игра пошаговая. Здесь играют игроки со всего мира. Можно видеть рядом со своим ником флаг, то есть страной, с кем я играю. Я сейчас играю с украинцем под ником Гулич. Возможно, он смотрит геймплейн, возможно, нет. Игра пошаговая. Здесь можно общаться также с вашими противниками. И вместе вот так вот искать сначала ключ, а потом вам необходимо будет добраться до лодки. Пошаговым образом, как я и сказал, вы здесь осуществляете процесс игры. В правом верхнем углу вы можете видеть, где сейчас находится ваш противник. И очень часто слежение за тем, как он ходит, может помочь вам в будущем найти и избежать проблем. Также вы можете помечать определенные клетки. Например, если вы не знаете, куда вам идти, то потом помеченные клетки помогут вам быстро сориентироваться. Стрелки на карте указывают направление там, где находится, собственно, ключ, до которого вам и необходимо добраться. Ключ может быть где угодно, но после того, как вы, соответственно, завершите прохождение миссии, и вся карта вам будет показана, и вы увидите то, что все было очень и очень просто. В этой игре очень важна память, очень, наверное, также важно везение. И тогда у вас, я думаю, все получится, и никаких проблем игра, соответственно, не вызовет. Игрушка мне нравится. Мне нравилась первая часть, и, безусловно, мне понравилась вторая часть, которая появилась с режимом игры мультиплеер, и с мультиплеером играть стало теперь еще намного интереснее и веселее. Всем однозначно советую эту игру. Возможно, я буду иногда вечером играть, так что, если кто-то будет также в эту игру играть, возможно, вы меня встретите, увидите и попытаетесь со мной сразиться. Также здесь можно покупать различные костюмчики и прочую лабуду, которые позволят украсить ваш внешний вид, ваш внешний облик, и выделить вас от других игроков. А вот такая вот игрушечка с прикольным реализованным мультиплеером. Вторая игра называется Escape Fast. В этой игре вам необходимо будет угонять, либо же от преследователей, либо просто гнать, собирать монетки и прочее. В игре присутствует два типа управления, либо же с помощью вот такого джойстика, либо же с помощью двух кнопок, влево и вправо. В общем, выбирать вам. Мне больше по удобности показался лучшим джойстик, поэтому я играю с помощью него. По мере движения по трассе вы будете собирать топливо, которое вам необходимо для того, чтобы продолжать движение. Вы будете собирать монетки и также еще другие бонусы. Ваша задача доехать до конца, где вас будет ожидать гигантский кристалл. В некоторых миссиях присутствует полиция, которая будет пытаться вас врезаться. Также, как вы видите, здесь присутствует встречный попутный транспорт, который также ведет себя как-то очень странно и, возможно, также провоцирует вас на аварию, в результате которой вы проиграете. Игрушка выглядит симпатично, забавненько, а миссии здесь достаточно разные, то есть трассы бывают более такие вот изворотливые, бывают более прямые, но, тем не менее, цель игры одна — доехать до кристаллика. Очень круто то, что игра не бесконечная, а по миссиям благодаря этому играть в нее становится только интереснее, ведь думаешь, что же ждать нам дальше, каких новых сложностей разработчик для нас приготовил. Третья игра — это настоящий ковбойский тир под названием Lucky Luke Shooting Hit. Ну что ж, посмотрим на нее. Мне тир понравился, очень красивый, необычный и сделан очень качественно. Так, выбираем, наверное, миссию третью. Парочку миссий сейчас вместе с вами я пройду и расскажу вам о сути игры. Вот так вот сделана анимация начала игры. У вас имеется определенное количество патрона на каждую миссию, в данном случае три, и вам необходимо сбить шесть баночек в этой миссии. Ну что ж, попробуем. Предлагаю, наверное, начать вот с этих баночек. Сбиваем ее, и также, провзаимодействуя с колесом, мы сбили еще одну баночку. Благодаря этому сэкономили патрон, и получим, соответственно, дополнительную награду. Так, осталось теперь одним выстрелом три баночки сбить, и у меня это снова получилось. Отлично. Две звезды я получил, ну а как пройти на три звезды, я, если честно, не представляю. Хотя очков мне практически хватило. Миссии здесь разнообразные, со всеми предметами практически можно взаимодействовать, и, наверное, благодаря этому игрушка действительно затягивает. Тир качественный, интересный и веселый. Я вот запнулся на одной из миссий, и никак ее до сих пор пройти, к сожалению, или, к счастью, не могу. Здесь, естественно, нужно задеть вот этот шар, чтобы он скатился и снес другие баночки, и тогда вы сможете получить максимальную награду. Игра номер четыре называется Battle Recruits, и сначала я думал, это какой-то, может быть, клон Clash of Clans, но, к счастью, игра оказалась совершенно самобытной, и поэтому она меня подкупила. Вам необходимо выбрать одного из восьми героев. Здесь есть лучница эльфийка, есть какой-то огненный мужик с гигантской рукой, некое подобие сатаны или дьявола, некромант, годзила, петух, дальше змей-горыноч, и какая-то вот такая вот афро... афроамериканочка. Давайте выберем кого-нибудь, и отправимся в игру, и я попытаюсь вам объяснить суть данной игры. Это своеобразная такая змейка, в которой вам необходимо собирать воинов, и когда вы соберете достаточное войско, вы сможете отправить его в бой, чтобы уничтожить вражескую вот эту вот башню. За это вы получите награду, прокачаете своего героя, и станете еще сильнее. Чем больше вы соберете отряд, тем, соответственно, вам будет легче победить и захватить вражеские вот эти вот постройки. Для того, чтобы начать атаку, как вы поняли, необходимо нажать вот на эту вот кнопочку. На нее, кстати, можно попасть совершенно случайно, но все-таки нужно быть внимательным и вот такие вот оплошности не допускать, когда вы, соответственно, не играете. У каждого героя также имеются свои способности. Например, мой герой может поднимать боевой дух воинов, и благодаря этому они будут сражаться намного эффективнее. Мне понравилась такая вот своеобразная реализация игры змейка. Кстати, здесь вот если имеются препятствия, в принципе, вы в них врезаться можете, вы не проиграете, но вот мне кажется, улетать с трассы ни в коем случае нельзя. Следующая игра называется Pixelmon Hunter. Такая вот своеобразная какая-то игра слов, похожая на покемон, только Pixelmon. И здесь у нас действительно есть питомцы, которые вместе с нами будут сражаться. Эти питомцы очень сильно похожи на тех самых покемонов. В игре присутствует несколько режимов игры. Это сингл и бэтл. Сингл это одиночная игра с ботами, а бэтл это мультиплеерная игра с реальными противниками. Так, давайте попробуем подключиться к одной из миссий. Правда, сейчас написано, что людей там 0 или 32 уже. Ну не знаю, в общем, не важно. Сейчас быстренько посмотрим на игру, я расскажу вам обо всех ее особенностях. Мы можем призвать нашего Pixelmon и отдать ему команду. Например, выделяем противника и тапаем на значок лапы. И наш Pixelmon, наш питомец, отправляется вперед и атакует противников. У нас есть несколько видов оружия. Все виды оружия мы можем покупать в магазине, соответственно. У нас есть оружие дальнего боя, вот такое вот. И также есть еще оружие ближнего боя. В данном случае у меня есть кирка, с помощью которой мы сблизи можем атаковать наших противников. Постепенно вы сможете открывать новые локации, на которых вы также сможете сражаться с другими игроками и получать удовольствие вот от таких вот адских замесов. Но некоторые игроки либо же используют взлом, либо же донат, и за счет этого становятся слишком сильными. У них слишком сильные вот эти вот пиксельные покемоны, и с ними сражаться иногда становится просто нереально. И за счет этого все-таки у игры есть вот такой вот минус, как дисбаланс сил противников. Ну а так, в принципе, побеситься можно, поугарать можно. Кому нравится пиксельная графика и вот такие вот боевые арены, то я думаю, однозначно посмотрите на эту игру и зацените ее самостоятельно. И последняя игра называется Junk Race. Я совершенно не понимаю, как она умудрилась попасть мне в обзор, хотя изначально я ее брать не хотел, но что-то в ней меня так затянуло, то, что я завис, наверное, минут на 15, на 20, когда второй раз повторно стал просматривать игры, которые я накачал, и все-таки решил я ее взять. Это онлайновая гоночка. В одной гонке может участвовать до 4-х человек. Свои виды транспорта вы можете прокачивать, улучшать и так далее. Из элементов управления все очень просто. С помощью акселерометра вы можете управлять наклоном своего автомобиля. Это иногда нужно после полетов на трамплине. И также имеются кнопочки тормоза и кнопочка также использования супербонуса, который вы можете собирать. Из бонусов что здесь есть? Ракетница, есть динамит, есть защитный вот такой вот пузырь, который позволит вам не получать урон от различных ракет, которые вас также будут запускать ваши противники. Автомобиль, естественно, можно улучшать по основным характеристикам, таким как ускорение и прочая такая вот стандартная лабуда. Благодаря тому, что здесь также присутствует реальный онлайн мультиплеер, наверное, благодаря этому играть интересно. А так, в принципе, здесь игра особо-то не выделяется и графикой, и какими-то мега крутыми настройками управления и прочим. Но вот мультиплеер реально спасает эту игру, и, как я вот вам сказал, я завис на нее реально, реально долго, и все-таки принял решение рассказать вам о ней. Возможно, кому-то игра тоже понравится, благодаря тому, что можно соревноваться с другими людьми. Вот, к сожалению, и подошел выпуск с геймплейн к отцу, но не стоит расстраиваться, совсем скоро вы увидите новый-новый выпуск, в которых вы увидите новые-новые игры. Надеюсь, разработчики совсем скоро уже закончат отмечать все праздники и будут радовать нас крутыми и интересными андроид-играми. Всем большое спасибо за внимание, не забывайте подписываться на канал, ставить палец вверх под видео. Всем пока, и пребудет с вами сила!